Уборочную кампанию необходимо завершить, не снижая темпы работ. Об этом заявил президент в ходе рабочей поездки в Могилевскую и Витебскую области. На полях хозяйств Александрийская и Птицефабрика Оршанская Александр Лукашенко посмотрел технологический процесс уборки озимой пшеницы и ржи. Экспериментальные методы выращивания на этих землях позволили достичь урожайности под 100 центнеров с гектаром. Здесь же главы государства доложили, как исполняется поручение по созданию самой современной зерноуборочной техники. В частности, речь о возможностях комбайна Полесье GS-16. Машина с двигателем мощностью 530 л.с. предназначена для уборки высокоурожайных культур. Информации о том, что в Барселоне пострадали граждане Беларуси, пока нет. Наше посольство в Испании продолжает отслеживать ситуацию. МИД рекомендует тем, кто находится в Барселоне, следовать указаниям испанских властей и выйти на связь с родными и близкими. Напомню, накануне в Барселоне водитель фургона въехал в толпу прохожих. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. В числе раненых граждане 24 стран. Ответственность за нападение взяли на себя экстремисты исламского государства. В Испании объявлен трехдневный общенациональный траур. Этап Кубка мира по прыжкам на батуте стартует сегодня в Минске. Соревнования пройдут во Дворце спорта. В них примут участие 78 спортсменов из 16 стран. Будут разыграны четыре комплекта медалей. За белорусскую сборную выступит и олимпийский чемпион Владислав Гончаров. Торжественная церемония открытия начнется в 15.30. После нее пройдут квалификации, а финалы состоятся завтра. Продолжение следует...